Праздник Пасхи Христовой Так говорим мы об этом великом событии в жизни христианского мира. Я думаю, каждый христианин отмеряет свой жизненный потенциал движением от Пасхи к Пасхе. Каждый христианин, соизмеряя подвиг Спасителя, который он прошел, живя на нашей земле, раз от раза Пасха от Пасхи пытается сделать себя чище, духовнее, возвышеннее. И поэтому каждая Пасха – это есть не только воспоминания о том, как Христос нашего ради спасения сшедый с небес на землю, Он пострадал, умер и в третий день воскрес, а и воспоминания о том, что мы, рано или поздно умерев для жизни временной, воскреснем в вечность. Мы очень часто не подозреваем, что же это за процесс такой – воскрешение в вечность. Очень часто мы не задумываемся над этим. Очень часто Пасха превращает нас просто в традицию, когда мы приходим в храм, освящаем кулич, освящаем крашеные яйца и уходим домой, забывая о том, какую духовную направленность носит для себя, для каждого из нас, вот этот вот праздник. Приходя в храм на Пасху Христову, каждый человек должен прежде всего подумать, постоять, если это Страстная Суббота у Плащаницы, у Распятия, а если Пасха у иконы Воскресшего Христа. Постоять и посмотреть и понять, что перед нами лежит не просто доска, перед нами лежит не просто изображение в какой-то рамке, а перед нами лежит отображение того события, которое мы празднуем в день Пасхи. Если перед нами лежит мертвый Христос, то мы видим конец земного жития Спасителя, конец Его чудес, конец Его знамени, конец Его исцелений, конец Его проповедей, поучений. Но вместе с этим концом, когда Христос закрывает глаза для земного мира, Он открывает глаза для вечности. Древние люди замечали, что когда рождается младенец, он держит очень часто кулачки вот именно в таком выражении. И очень часто древние наши предки, видя вот такое движение у младенца, говорили, что этот человек хочет весь мир взять в свои руки. И действительно, пришедший в мир человечек, он пытается весь мир повернуть к себе. Сначала родителей, крестных родителей, маму, папу, бабушку, учителей, всех подряд повернуть к себе. Но происходит интересное. Чем дольше мы живем на земле, тем больше и больше наши ладони выпрямляются. И когда нас, наши благочестивые родичи, положат во гроб в назначенный день, когда нас призовет Господь к себе, мы, раскрыв ладони, сложим их на груди. А это у наших предков было символом того, что ничего с собой в ладонях в мир иной человек не унесет. Потому что все то богатство, которое мы накопим в нашем земном бытие, в нашей земной жизни, все это богатство останется здесь. И нам оно никоим образом в вечности будет не нужно. Поэтому Христос, который тоже изображен на иконах со сложенными на груди руками, как символ смирения, символ того, что ничего земного Господь на небо не вознес. И ничего земного Господь не знал, кроме нашего чистого сердца. Не случайно псалмопевец Давид говорит в 50-м псалме «Сердце чисто, созижди во мне Боже». А апостол-евангелист Иоанн Богослов в Апокалипсе говорит нам фразой Спасителя «Дай мне, чадо, твое сердце». То есть единственное, что Богу нужно, жертва Богу, это сердце сокрушенное, которое Бог никогда не отвергнет. И вот Пасха Христова как раз мирила того нашего земного жития, которое мы отмеряем год от года, насколько мы стали чище, насколько мы стали приветливее друг к другу, насколько мы стали добрее друг по отношению к другу. И очень часто вот именно об этом на Пасху Господню мы и не задумываемся с вами. Очень часто мы забываем о том, что Господь всех нас зовет к себе на пир. Господь уготавливает праздник от праздника нам богатую трапезу. И эта трапеза в земном выражается в том, что мы дома готовим на стол, а в духовном, в небесном выражается в том, что Господь дарует нам великие благодатные дары. Когда мы участвуем в празднике религиозном, мы обязательно думаем о том, что выходя из храма или из костела или из мечети, мы всегда должны унести с собой частицу божественного тепла, частицу божественной благодати, которую получаем в храме. И потому вот эта наша храмовая жизнь должна стать источником бессмертной любви Божией к нам с вами. Когда устраивается свадьба современная, то мы видим очень часто, как много родителей молодых тратят средств и сил, чтобы устроить достойную свадьбу. Закупаются дорогие одежды, закупается ресторан, кафе, закупается тамада, приглашаются фотографы, видеооператоры, приглашаются гости, готовятся подарки. И как бывает прискорбно, когда молодые люди, прожив друг с другом некоторое время, вдруг разводятся. И вот все то, что было потрачено на эту свадьбу, все уходит в никуда, в небытие. Вот точно такое должно быть и у нас с вами отношение к празднику Пасхи. Ведь очень часто мы идем на праздник Пасхи только для того, чтобы взять какую-то котомку и с этой котомкой осветив, быстрее-быстрее бежать домой за стол. А вот все-таки попытаться остановиться и немножко подумать о себе самих. Вот взять, остановиться и поговорить в храме с Богом, с воскресшим Богом, поговорить с Ним о том, что же нас ждет впереди, о том, насколько мы готовы воспринять праздник. Или этот праздник – однодневка, или это праздник – начало всего нашего дальнейшего изменения жизни. А как это изменить? Каждый воскресный день у нас в церкви – это Малая Пасха. Каждый воскресный день – воспоминание о Пасхе, о воскресении Христа из мертвых. Вот даже взять интересный момент. Только у славянских народов воскресение называется воскресением в честь воскресшего Спасителя. Взять немецкий язык – там другое слово – зонтанк – утро. Взять другой день, вернее не утро, а солнечный день. Взять английский язык – сандэй – тоже солнечный день. Совсем другое значение у европейских народов имеет понятие воскресения. А вот у тех, кто исповедует Христа воскресшего, воскресный день – это есть не что иное, как символ воскресения Христова. И потому было бы неплохо, если бы мы с вами каждый воскресный день начинали не с того, что решили бы после трудной недели отлежаться, отоспаться. Не с того, что бегом встаем и бежим куда-то на пробежку утреннюю. Не с того начать, что готовить или, наоборот, стирать, заниматься с детьми. А взять и посвятить воскресный день становлению своей чистой души. Взять и какое-то время провести в храме, в спокойствии, в тишине, в молитве, в разговоре с Богом Отцом. Так, как говорит нам Святое Писание – возложи на Господа печаль свою, и Он тебя припитает. И действительно, вот если мы будем свои проблемы, то, что нас тревожит, то, что беспокоит нашу душу, будем выплескивать не на коллег по работе, будем выплескивать не на членов своей семьи, а придем в храм и поговорим с Богом о том, что нас тревожит. Пусть с этого начнется воскресный день. Тогда, получив такой благодатный заряд, вся последующая неделя будет у нас проходить во всяком благочестии и чистоте. И пусть первые два-три воскресенья будет тяжело соблюдать такую традицию, но наступит время, когда действительно мы уже не сможем жить иначе, когда каждый воскресный день для нас будет знаменоваться тем, что мы начинаем его в храме, начинаем его с молитвы, начинаем его с общением с Богом. И вот мне кажется, главное – это сохранить вот этот вот свет воскресного огня после Пасхи Христовой, на целый грядущий год. Пасха Господня очень много несет верующему человеку. Прежде всего, это уверенность в том, что одержана победа над смертью. Одержана победа над адом. Господь из ада извел первых людей, которые вплоть до самого Его Рождества находились именно там. Господь победил зло и даровал нам жизнь вечную. И вот ради этого мы и идем в храмы Божьи, ради этого мы забываем все – обиды, забываем какие-то разногласия друг с другом, потому что воскрес Христос, а все остальное кажется нам такой мелочью. Серафим Саровский, когда у него спрашивали, как же ощутить на себе радость воскресения, говорил духовным чадам одну интересную вещь. Мы говорим каждую Пасху об этом людям, чтобы немножко растопить наши железобетонные холодные сердца. Говорил следующее, вот закончилась пасхальная служба, раннее утро, вы идете домой через лес, и вдруг из леса на вас выходит огромный медведь. Задрав лапы, медведь движется на вас. Что сделать? Так вот, настолько вы должны всех в этот день полюбить, в день Пасхи Христовой, что вы должны подойти к медведю, взять его за его мохнатую страшную морду, трижды поцеловать его и сказать «Христос воскресе!» И оторопевший медведь проводит вас любовным взглядом дальше. Вот хотелось бы мне, чтобы мы, конечно, не медведя встретили в нашем городе, но если у кого-то есть какие-то недомолвки против собрата, у кого-то есть что-то недосказанное, у кого-то какая-то обида есть, пусть это все простится воскресеньем. Не случайно в песнопении Пасхи поется «Простим все воскресеньем, друг друга обнимем и так довозапеем Христос воскресе из мертвых». Братья и сестры, еще и еще раз приветствую каждого из вас словами великого гимна победы над смертью «Христос воскресе из мертвых». Христос воскресе, дорогие земляки!